Якутия славится молодыми талантами. Нам, пожалуй, есть чем и кем гордиться. В прошлом году в начале осени солист театра оперы и балета Сорел Афанасьев по приглашению уехал в московский муз-театр имени Станиславского и Немировича Данченко. Теперь Сорел выступает у себя дома у нас в Якутии в качестве приглашенного гостя. Наша коллега Евгения Андросова встретилась с артистом в перерывах между репетицией. Сорел Афанасьев – лауреат и призер международных конкурсов, лауреат профессионального балетного приза «Душа танцев» в номинации «Восходящая звезда». Приехал в Якутию буквально на несколько дней для того, чтобы исполнить партию принца Зигфрита в балетном шедевре «Лебединое озеро». Как начинается новый день у заслуженного артиста республики Саха-Якутия Сорелла Афанасьева? Утро. Ну, я утром просыпаюсь, как все, наверное, просто просыпаюсь. Я не люблю завтракать. Я не знаю, почему, но я пью просто воду и сразу на работу. Собо какое-то у меня особенное утро. Ну, такого вообще не бывает. Я помоюсь, воду попью и пойду на работу. Я вела сюда меня в балет, но ей рассказали, что это очень травмоопасно, потому что мы же поднимаем живой вес и могут быть, ну, как покалечить там спину или вообще инвалидом стать. Мама у меня спросила, точно ты ли хочешь в балету. Я не знаю, что меня впечатлило, я ничего не могу сказать. Просто я сам захотел, я сказал, что я пойду и все. В начале театрального сезона Сорелла Афанасьева пригласили в Московский музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Данченко. Как признался сам артист, над этой идеей он думал долго и все-таки согласился. Сезон прошел, а москвичи продлевают контракт с нашим парнем еще на один сезон. Сперва было непривычно. Я очень долго адаптировался, наверное, полгода, потому что не хватало друзей, скучал по родителям. Ну, в особенности друзей. Друзей не хватало, наверное. Я такой человек, который не особо входит в контакт, наверное. Я больше закрытый, но мне было сложно. И все-таки нашлись друзья. И сейчас живу хорошо. Как прилетел, мне дали партию Солора, воина Байдерки. Потом Шелкунчик Принц, Золотой Бажок, тоже там же Байдерки. Вставные ПТД в Жизели. И сейчас вот у меня постановочные идут, готовлюсь к премьере. Гастроли, да, приглашают на концерты, на галоконцерты приезжают. Это за границу. Съездил в Италию, Цюрих, Мюнхен. И сейчас готовлюсь в Барселону. Да, за границей тоже такие очень хорошо плодируют, очень хорошо принимают. Им нужны больше, если ты вертишь больше, если ты прыгаешь в соколе, для них как-то больше ценится, чем в России. В России все-таки танец больше ценится. Несмотря на огромный опыт, ЦРЛ до сих пор волнуется перед выходом почти так же, как и в первый раз. В апреле наш герой по указу главы стал заслуженным артистом Республики Саха-Якутия. А сегодня вечером до выступления в балетном шедевре «Лебединое озеро» ему вручат удостоверение. Ну а завтра уже улетает в Москву, где ждут много выступлений. Пожелаем ему успехов. Карл, а можно спросить, вот я всегда вот вижу такие вот, я не знаю, даже это тапочки или... Это чуньки. Да, унтики. Они разогревочные. Ну, чтобы все время стопы находились в тепле. А когда обычно вот одеваете? Я всегда в них хожу. Ну, если даже в театре просто так хожу, я всегда в них. А дома? Дома нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова